Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Фокус на человека». Сегодня мы с вами говорим о невероятно обсуждаемой теме, начиная с ученых с мировым именем и заканчивая нашими любимыми кухонными дебатами, мы с вами говорим об искусственном интеллекте. Гость студии, ассистент кафедры системного анализа и информационных технологий Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Константин Сергеевич Николаев. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Ну и мы с вами начнем с буквально созов, поскольку я человек далекий от IT-технологий и я являюсь в прямом смысле слова пользователем самых простых гаджетов, которые мне доступны, ведь это уже искусственный интеллект. Ну да, сейчас мы как раз об этом поговорим. Ну так вот, смотрите, у людей моего поколения, далеких от, опять-таки, IT-технологий, есть некоторые опасения, сомнения, непонимания того, что это такое, к чему это ведет, поэтому, собственно говоря, вот эти кухонные дебаты и возникают. Что такое искусственный интеллект и где мы сейчас с ним уже вот на моем уровне потребления сталкиваемся? Ну, понятие очень широкое, на самом деле. Там есть несколько формулировок, но самое такое бытовое простое — это некоторое программное или техническое, технический объект, который либо имитирует человеческое сознание, либо выполняет некоторые интеллектуальные действия, которые схожи с действиями человека. Вот эта вот вторая часть после ИЛИ, она более техническая, она более приближена к реальности, к тому, с чем мы имеем сейчас дело, потому что многие системы с искусственным интеллектом, они просто заточены на выполнении определенной задачи, которую человек либо не успевает выполнять за нужное время, либо ленится, потому что дешевле заставить программу это посчитать и определить какое-то решение принять. Например, какие примеры вообще искусственного интеллекта есть в нашей окружающей действительности? Самолеты летают практически полностью на автопилоте, это все система. Ну, это больше подходит к понятию экспертной системы, на самом деле. Экспертная система — это система, которая принимает на вход несколько какие-то данные и принимает ряд решений, что на основе этих данных нужно сделать. Например, видит самолет, ну, вот эти радары, лидары всякие, видит гору. Что нужно сделать? Набрать высоту. Вот такие вот правила, они применяются. Естественно, они там гораздо более сложные, более такие крутые, но в целом вот в двух словах она так работает. Потом, что ближе к прям повседневной жизни? Ну, например, голосовые помощники. Очень интеллектуальная штука, на самом деле. То есть, Сири, Алиса, ну, все с ними сталкивались, пользовались. То есть, там... Мария появилась еще какая-то, по-моему, да? Ой, там сколько нет, Олег всякий есть у Денков. Олег есть. Да, вот. Они решают вообще несколько вполне конкретных задач. Это анализ речи, естественно, то, что человек им говорит, синтез речи. Это уже на выходе, то они должны голосом проговорить свой ответ. Ну и, собственно, уже какая-то там большая у них есть нейросеть, которая решает, что человек спросил и что нужно ответить. Вот эти вот три этапа они решают. Но они, наверное, еще и запускают какое-то действие. Или только после команды, или самостоятельно? Это некоторые из возможностей только эти голосовые помощники. Ну, поставить в будильник, например, такие самые простые. Они это умеют, да. Но сами по себе ничего не сделают, они ждут команды от человека. Пока что, по крайней мере. Ну, это уже и тут. Вы сказали две ключевые вещи для меня, которые я услышала. Это про то, что облегчают, с одной стороны, сделать то, что человеку сделать сложно. С другой стороны, делают то, что человек делает лениться. Или лениться. Вот с точки зрения облегчения труда, когда мы готовились к этой передаче, я слушала лекции Александра Каплана, Татьяны Черниговской и Ивана Лемарева. Так вот, по-моему, Татьяна Черниговская говорила о том, что... Нет, вру Александр Каплан говорил о том, что скорость... То есть завоевание интеллекта искусственного в том, что его скорость обработки материала, любой информации, невероятно высока. Просто фантастически высока. И объем памяти может быть в ближайшее время стать вообще неограниченным, да, поскольку развитие идет туда. И, соответственно, это скорее плюс, да, с точки зрения взаимодействия с... Ну, улучшения, помощи человеку, в завоении какой-либо информации. Потому что, естественно, нейроны двигаются значительно меньше, медленнее. А вот по поводу... Даже не так. Вот перебью немножко. Нейронов у нас, на самом деле, предостаточно для решения любой задачи, которую современный компьютер может решить. Просто у нас мозг заточен под более конкретные бытовые задачи. У нас же есть более такие оптимальные пути, по которым идут вот эти вот сигналы в мозге. Вы имеете в виду нейронные сети? Нейронные сети в нашем мозгу. Она просто ориентирована на... Естественно, нейронная сеть. Да, естественно. Она ориентирована на решение бытовых наших задач. Естественно, мы можем решать и более интеллектуальные задачи, но это уже нужна специальная подготовка. Опять-таки, в мозгу должны появиться такие связи, которые позволяют вам решать более сложные задачи. Вот. А компьютеру вот эти вот бытовые задачи решать не нужно, он заточен на одно конкретное действие, и у него вся его вычислительная мощность доступна всегда для решения задачи. Получается, если говорить словами Ивана Лемарева, то искусственный интеллект это как некая такая сущность, ну, скажем так, у которой есть свои нейронные сети, по аналогии с человеческими, собственно говоря, которые тоже нужно развивать, которые нужно растить, которые нужно воспитывать в каком-то смысле слова, да? И для того, чтобы этот интеллект искусственный в целом, как некая сущность, он развивалась. Так? Да, да. Но вот дело в том, что этим должен заниматься человек. То есть пока что искусственный интеллект не может сам себя обучать. А почему вы говорите «пока что»? Ну, опять-таки, это уже мы идем в научную фантастику. Почему бы нет? Это возможно сценарий. Ну, ладно, по мнению некоторых ученых, это невозможный сценарий, но почему бы об этом не пофантазировать? В целом я, конечно, согласен с тем, что вот просто так, без каких-то дополнительных действий со стороны человека, искусственный интеллект никогда не станет осознанным. То есть не получится самосознание. Для этого нужно его научить, что такое самосознание. Мы сами-то не знаем, что такое сознание пока что. Вот. Вот в этом проблема основная. Они притормозили нам немножечко вот в этой части. Я сейчас даже свою мысль вам прочитаю, о чем я говорю. Вот смотрите, если мы знаем точно, по аналогии с психологией, с психологией человека, если мы знаем точно предназначение искусственного интеллекта, а мы его знаем? Нет. Первый вопрос. Если есть четкое понимание его предназначения, которого у нас нет, то есть и понимание границ его развития и необходимости его использования в рамках этой границы. Получается, что мы сейчас развиваем то, не знаю что, непонятно для чего и в разном непонятно каких направлениях. То есть во всех получается, да? То есть мы как, ну, в каком-то смысле это похоже на детское поведение? Да, как маленькие дети. Просто идем маленькими шишочками, куда вот где лампочка горит, туда и идем. Ну, вот опять-таки, не было бы научного прогресса без вот этого вот следования за лампочкой горящей, потому что все именно прорывные открытия, не те, которые итерационные, которые на основе чего-то предыдущего появились. Опять-таки, Черниговская говорит про интуицию. А если мы будем просто идти по проторенным шагам, мы ничего не достигнем, как вид. Ну, и Каплан говорит. Ну, иногда нужно, мне кажется, какие-то риски делать. Да, это опасно, да. Это может обернуться нам боком, как всему человечеству, но атомная энергетика могла обернуться, до сих пор немножко оборачивается боком. Ну, собственно говоря, это и делает, оборачивается. Но и пользы от нее очень много. То есть ядерная энергетика, именно не военная, а энергетика, это приличная часть вырабатываемой энергии человечеству сейчас в данный момент. Но ведь тогда получается, что относительно, допустим, на примере атомной энергии, вот то, о чем я говорил, если мы знаем предназначение, да, а мы знаем предназначение... Это сейчас. А, вы хотите сказать, когда открывали ее вообще? Вот именно про этот момент, мне кажется, если бы тогда человек пришел, вот я изобрел штуку, которая может взорвать континент, ему бы большая часть человечества сказали, ты что, совсем с ума сошел, что ли, зачем ты этим занимаешься? Ну, вот чувствуете, да, схожесть? Да, ну, а вы не чувствуете, что просто изобретение или нахождение, выделение ядерной энергии, ее, ну, как вы скажете, дрессуры, что ли, причинение, да, приручение, она немножечко не в одной парадигме с искусственным интеллектом, она как бы является, ну, маленькой частью того, что мы можем назвать искусственный интеллект. Ну, согласен, в данном случае проблема гораздо более комплексная и более многогранная, конечно, потому что, ну, ядерная энергетика — это взорвать, не взорвать, все, готово. А вот искусственный интеллект, он может гораздо большими путями развития пойти, потому что, опять-таки, если он когда-нибудь станет совершенным, ну, опять-таки, это очень маловероятно, но тогда он может пойти по своим путям развития, которые мы вообще предсказать не можем. Хорошо. А как вы тогда относитесь вот к такой цитате, что я четко осознаю, один вот из людей, с которыми я, с материалами, на которых я работала, я четко осознаю, что за последние два года технологический прогресс зашел гораздо дальше, чем человеческое сознание вообще способно осмыслить. Это Черниговская, по-моему. Нет, нет, Лимарин. Ну, она тоже про это говорила. Ну, это правда. Сейчас вот человек не может понять все, что происходит вокруг него, даже при всем желании. Ну, вот, опять-таки, говоря по детской ассоциации, вы говорите, мы как ребенок человечества, сейчас как ребенок идет туда, где непонятно, что находится, да? И он находит там, ну, условно говоря, оружие какое-то, пистолет. И он начинает вот туда стрелять, не зная, что там находится. Просто потому, что ему интересно, как светится при этом оружие, какой звук при этом издается, какой он испытывает при этом ощущения, да, и так далее. Какие там на той стороне звуки появляются. Ну, это же на самом деле, ну, вот, ну, смотрите, я просто к чему говорю, что понимание, вернее, я хочу еще раз слушать, что понимание того, что мы идем в безопасном направлении, нет. Правильно? Ни у кого. Нет. Вот, даже вот эти вот бытовые штуки, типа голосовых помощников, типа, ну, вот каких-то автоматизированных систем, которые упрощают жизнь человеку, они тоже в долгосрочной перспективе могут повлиять на нас, как на вид. Ну, вот опять-таки Черниговская говорит про это, что, ну, мы потеряем некоторые навыки, которые у нас были, и Каплан об этом тоже говорил, что, да, это чревато, то, что, опять-таки, принятость во время индустриализации, ну, вот, десятилетия назад, тоже многие люди, вот теперь многие не умеют, условно, картошку копать. Ну, есть такие люди, ну, зачем им это? Они могут пойти в магазин и купить картошку. Но есть уже дети, которые считают, что батоны растут на деревьях, понимаете? Да, 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 ну, такие уж такие крайние случаи. Но то же самое можно применить и к внедрению искусственного интеллекта даже в текущем его развитии в нашу жизнь, да? Да, это может повлиять на нас как на вид. И нет, пока мы не знаем, как именно. Но, скорее всего, негативно, потому что, когда человек, ну, когда у человека нет необходимости думать, он становится менее человеком, мне кажется. То есть думать необходимо. Ну, конечно, это же деэволюция получается, в общем-то. Ну, хорошо, вот посмотрите, давайте тогда немножечко уйдем в сторону или более приземленную вещь сейчас обсудим. Искусственный интеллект используется, его какая-то часть, точнее говоря, нейронные сети используются в Институте психологии образования для разрабатывания чего-то. Вот что вы разрабатываете? Мы разрабатываем систему, которая анализирует данные на странице в социальных сетях человека и с некоторой долей вероятности может предсказать, насколько он будет успешен в академическом и в профессиональном плане. То есть это некий профотбор? Да, да. Основная цель такая, да. То есть чтобы у человека, который занимается рекрутингом, скажем так, абитуриентов, была какая-то база более оптимальных, что ли, более подходящих будущих студентов. Почему вы выбрали именно эту тему? Ну, вообще, это, наверное, большой вопрос к моим руководителям. К руководителям? Ну да, но вообще инструмент был бы достаточно полезен, потому что количество студентов огромное, всех обзванивать, ну, такое, много времени на это уходит, и денег на это, соответственно, много уходит. То есть я поняла, была выбрана тема, и для упрощения обработки статистической информации используются вот как раз нейронные сети и, собственно говоря, вот часть, какая-то часть искусственного интеллекта, так? Хорошо. И ваше участие в этом, вы уже на своем уровне, вот в своем месте, в вашей части работы, которой вы занимаетесь, вы занимаетесь развитием интеллекта этого сейчас, нейронных сетей? Вы их обучаете? Да, ну, это основная задача, в принципе, в этой. Да. Обучение, ну, опять-таки, это не развитие нейросети, не развитие искусственного интеллекта, потому что как сущность искусственного интеллекта в данном случае не развивается. Я просто использую один из инструментов, приближенных к искусственному интеллекту, вот лучше так сказать, вернее. Ну, если взять какую-то метафору, да, вот образ искусственного интеллекта глобально, и то, чем вы занимаетесь, как это можно? Ну, опять-таки, нейросети — это всего лишь маленькая часть того, ну, она входит в искусственный интеллект как понятие, но является всего лишь одним из математических методов, причем статистических. Ну, просто ваш пример, он нам нужен для того, чтобы понять, ну, все-таки, что полезное, кроме голосовых помощников, человек может получить уже сейчас, когда закончат, допустим, ваши исследования, да? Ну, то есть, условно говоря, если бы не было вот сегодняшних изобретений, открытий, то ваши руководители обрабатывали бы эту информацию на протяжении там трех лет с использованием 20, ну, условно говоря, ассистентов, которые бы помогали им обсчитывать вот эту информацию, так? Да нет, если бы вот нейросетей как математического метода не существовало, применялись бы статистические методы классические, которые 20-30 лет назад применялись, они тоже работают, но они не так хорошо выделяют скрытые закономерности между данными. Вот и прелесть нейросетей в том, что они именно находят значимые признаки данных входных, которые не очевидны с первого взгляда. А при использовании статистических методов вы должны вручную выделить именно значимые моменты в входящих данных. Вот, поэтому нейросети тут лучше работают, потому что, опять-таки, данных на странице у человека могут быть очень много, они могут быть еще очень разными. Например, тексты одного человека сильно отличаются от текстов другого. Да, их можно разделить как-то по каким-то признакам, используемые слова или какие-то структуры предложений. У всех людей она разная, да, ведь есть свои какие-то, как почерк. Вот это вот как раз самое интересное. Вы сейчас прям смотрите в корень. У всех людей они разные, поскольку у каждого человека свой опыт. И Черниговская об этом тоже говорит. У каждого человека свой уникальный опыт, который, ну, в полной мере никуда засунуть нельзя, вот в какую-то емкость погрузить. Потому что там связи, потому что там взаимодействие, познание и так далее. Как вот вы с этим обходитесь? Нет, нет, мы не пытаемся в полной мере понять человека только по его текстам, ни в коем случае. Мы просто пытаемся вытащить из этих текстов какие-то вот характерные для него мелкие детали. И на основе этих мелких деталей мы можем характеризовать некоторую группу людей. Например, вот группа людей, которые по нашему математической модели, они условно успешные, назовем их так. У них мы выделяем из их текстов на странице определенные какие-то характеристики, которые свойственны именно этой группе. И потом, если мы дадим нашей системе другого человека, о котором мы пока еще ничего не знаем, мы можем понять, к какой из категорий успешных или неуспешных он ближе. И все. Вот это вот, на основе этого получается решение о том, успешен он потенциально или неуспешен. Хорошо. Взяли страницу Васи Иванова. У него музыка определенная, накачена определенная музыка, определенный контент дружеский и определенные там, ну как это называется-то, лайки ставят определенным публикациям или сторисам, или там любые, да? Что это? Как вы понимаете, что вот у него средний уровень успешности будет? Нет, тут больше про то, как наша нейросеть была обучена, потому что мы ей на вход вообще даем пять категорий. Пять, где пять это самый успешный, один наименее успешный, потому что там градация успешная, неуспешная, плохо работала. Мы обучаем нейросеть на наборе людей, которые попадают в наши вот эти пять-один категории и понимаем свойственные для пятой и первой категории какие-то характеристики контента на странице. И потом у Васи Пупкина мы этот же контент берем, этот же тип контента. И проверяем, какой из категорий он больше подходит по вот этим своим характеристикам данных. А базовые кто выставляет? Ученые? Базовые, да, это в нашей математике занимались. Тренировка нейросетей заканчивается в рамках вот этого вот эксперимента, и все? Да, она обучается один раз, и потом она просто используется как условно лекало для определения человека в ту или иную категорию. Вот так вот. И это отдельно взятая нейронная сеть, которая посвящена вот только Вашему исследованию. Да, да. Ну структура, конечно, у нее вполне стандартная, да. Но данные, на которых она обучалась, это уже мы получали со страниц людей ВКонтакте. Хорошо. Какие... Ну здесь вот я лично не вижу никаких опасностей с точки зрения... Нейросети — это всего лишь удобный инструмент. Да. Ну вы, как говорили, это уравнение со многими неизвестными, да, с одной стороны. И здесь я вот как бы глобального какого-то страха не вижу, но потому что мелкое достаточно частное какое-то дело. И... А мы говорим все-таки еще и о том, что искусственным интеллектом сейчас занимаются на уровне мировом, да. У меня есть цитата профессора физики, которого знают, наверное, абсолютно все, Стивен Хокинг, да, где он говорит, «Развитие полного искусственного...» Заметьте, полного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы. Он будет залетать сам по себе и перепроектировать себя с постоянно растущей скоростью. Люди, которые ограничены медленной биологической эволюцией, не могут конкурировать и будут вытеснены. Вот к слову об эволюции, вот вы сказали, что эволюцию остановить невозможно, да, но вы помните хотя бы один момент в истории, когда эволюция шла таким образом, что человек при этом личностно деградировал. Вот я не могу вспомнить ни одного примера, а мы сейчас как будто бы в этом. То есть ученые говорят, что мы сейчас находимся в такой ситуации, в которой человечество не было ни разу. С одной стороны, мы развиваем эволюцию для того, чтобы, да, облегчить себе жизнь, двигаться дальше, да, скоростью растет. А с другой стороны, мы при этом, как говорят, опять-таки, противники искусственного интеллекта, мы загоняем себя в угол в каком-то смысле слова. Ну, в этом есть правда, потому что раньше мир был проще, опять-таки, вернемся к этому, к самому началу интервью. Мир был проще, у человека было вот определенный набор действий, который он знал, как выполнять, даже в Советском Союзе условно, в том же самом. У человека было ясно, чем он будет заниматься в ближайшие, там, до конца жизни условно. Это хорошо, это удобно, и это позволяет более концентрироваться на развитии вот этих навыков и умений, конкретно, которые тебе пригодятся. Сейчас, ну, мы не знаем, что нам понадобится через год, даже через год. Вот ты умеешь сейчас это, а через год это уже станет неактуально. Это вот. Ну, ходишь или не ходишь, мы с вами все равно упираемся в этические проблемы, про которые, как раз Татьяна Черниговская говорила, да, что должен быть некий, и, в принципе, Коган тоже говорит о том, что должен быть некий посредник. А, да, да, помню, да. Вот помните, вот этот посредник, который наделен властью, говорить или возможностями, или еще чем-то, говорить, что вот, ребят, вот туда не надо ходить, потому что там будут нарушения вот этих как раз базовых, базовых человеческих этических норм. И мы же превратимся в племя Томбу-Юму с высочайшими технологиями. Да, это все хорошо, и если такой проводник у нас появится, это замечательно. Но, опять-таки, он же тоже будет интеллектуальным. Это будет не математическая модель ни в коем. Ну, не простая математическая модель. А вы думаете, это будет не живой интеллект, этот посредник? Посредник, ну, он должен быть чуть проще, чем полный искусственный интеллект, потому что иначе, зачем нам это? Он сразу уйдет в крайнюю, в правую степень от нас и начнет делать уже то, что ему нужно. Но вот создать-то его могут создать, но нужно ли будет это человечеству? То есть, вот именно бытовой, рядовой человек, согласен ли, будет пользоваться таким посредником? Не факт. Возможно, им будет удобнее сразу работать с искусственным интеллектом, как сейчас происходит, то есть, передавать ему какие-то, делегировать обязанности. Ну да, это, конечно, удобно и легко, и человек не всегда понимает долгосрочные какие-то воздействия на себя. Тогда, что человек вкусно покушал, вкусно покушал каждый день, и он потолстел. Кто об этом думает? Ну, мало кто об этом думает. Даже на этом уровне человек не всегда осознает, что он вредит себе. А тут такие сложные материи, большая часть не будет просто задуматься. Ну, хорошо. Опять-таки, возвращаясь к детскому восприятию, вот эта метафора с ребенком, мы говорим о необходимости. Вот для чего в этих интервью описывались ситуации, когда, ну, понятно, там, споры или соревнования с компьютером по шахматам, игра ГО, теперь даже уже покер, да, который вообще удивительно для меня, например, было, потому что я знаю точно, что это, ну, больше психологическая игра, да, ну, кроме того, что интеллектуальная. И самое интересное, что стали писать картины, которые продаются за очень хорошие деньги. А зачем тогда? Для чего человека освобождать от его... придумывать, я... Нет, смотрите. Придумывать такие технологии, которые способны показать себя, сказать, смотрите, какой я крутой, я могу сделать круче, чем вы, не учась при этом в музыкальной школе, там, 10 лет, или в художественной. И моя картина будет покупать за бешеные деньги, при том, что вы даже не знаете, что это рисовал я, искусственный интеллект. Для чего туда идти? Как вы думаете? Вот зачем? Ну, пока что это всего лишь демонстрация возможностей в данный момент. То есть, вот смотрите, мы, ученые, мы создали вот такую систему, которая умеет, условно, рисовать картины. Да, мы молодцы. Мы сделали некоторые технологические прорывы в этом плане. Мы создали такую структуру университет, которая способна на создание картин, неотличимых от человеческих. Каких-то вот таких вот глубоких, фундаментальных задач у них не стоит, чтобы человек куда-то свергнуть. Ни в коем случае. Художники рисуют и будут рисовать. Они на осознанном уровне не стоят. Но опять-таки, вот возвращаясь к ассоциации с ребенком, это знаете, на что похоже? Вот когда дети маленькие, они поймают муху и начинают у нее крылышки отдирать и смотреть, а что дальше-то будет? Интересно же, это же тоже познавательная функция в этот момент развивается. Но она развивается как-то специфическим образом, да? Муха потом не полетит, а у ребенка отложится, что он сделал кому-то больно, кому-то какому-то живому существу причинил. Вот сейчас, когда особенно вы говорите, что да, действительно так, мы не очень понимаем, куда мы идем, мне прям вообще страшно становится. Я понимаю, что я, вероятнее всего, физически не доживу до этого времени. Хотя, кто его знает, да? Скорость развития событий прямо удивительная. Да? 20 лет, это вот для прогресса в текущее время, это очень много, это как столетие в прошлом году, в прошлом, вообще в прошлом. Ну, хорошо, смотрите, хорошо, допустим, ни я, ни Петя Иванов, ни тетя Маня, никто не сможет сейчас лечь грудью на амбразуру и закрыть вот это вот развитие искусственного интеллекта. Это невозможно. Потому что ящик Пандоры уже открыт. Хорошо. Ничего хорошего, конечно, наверное, в этом нет. Но давайте хотя бы поймем вот эти вот ограничения, которые человек может сам себе, ну, не ограничения, а некую зону безопасности, которую человек сам себе может организовать. И здесь первое, что я не понимаю, это максимальная прозрачность твоей жизни вообще. Фейс-контроль, наблюдение тотальное и так далее. Это не вина искусственного интеллекта, ни в коем случае, это вина правительства. Это социальная вещь. Это социальная, да. То есть, да, под предлогом безопасности, точнее, всегда у человечества, у конкретного человека был выбор, свобода либо безопасность. Сейчас упор больше идет на безопасность. Ну и, соответственно, свобода личностная, то, что ты можешь и не можешь сделать, становится все меньше и меньше. Ну, честно, я на это согласилась. Ничего в этом плохого нет, но вот как есть, так есть. Я не читаю новости, это абсолютно не имеет никакого смысла. Ну так, изредка раз в неделю, может быть, на что-то я наткнусь. Причем я говорю про такие социальные новости, про новости культуры. Да, да. Там слишком много всего. Мозги кипеть начинают. Второе, ограничите круг общения. То есть, пять человек, по классике, как это было в прошлом, в десятилетии, этого более чем достаточно. Будете распылять свое внимание, просто не успеете ничего. Семья опять. Будет еще расшатываться вот эта вот тревожность будет расшатываться. Да, да. Такая неопределенность, не вязкость вот этого вот мира, да? Потом, ближе к семье нужно быть, потому что семья — это всегда хорошо. Несмотря на то, что сейчас вот кажется, что происходит уход от семей на какие-то ценности, но это и есть такое, полностью уходить от этого не нужно. Какие-то полезные вещи для души семья всегда может тебе дать. Ну и мне дает, мне помогает, я не тревожный человек совершенно. Хотя в округе тревожный каждый второй. Очень много тревожных людей, которые просто ни с того ни с сего начинают тревожиться. Занимайтесь любимым делом. Это такой очень базовый жизненный совет, но когда вы делаете свое дело, которое вам нравится, вы просто становитесь более стабильным, более счастливым человеком. Но это всегда работало. Не только сейчас это. Человек так устроен. Должен быть... Обычно же психологи говорят, что осознанность — это наше все. Получается, что здесь в какой-то некой борьбе уже, да, с противостоянием, захвату искусственным интеллектом твоей жизни, нужно быть вдвойне осознанным. Да, да. То есть здесь не только внутренняя твоя, ну, как бы, тревога, какие-то внутренние монстры, внутренние тени свои, с которыми ты пытаешься сосуществовать, да, еще и внешне в разы вырастает внешняя угроза того, что будет поврежден твой психический мир. Да, это еще и с тем, что очень много информации вокруг. Ну, точнее, это основная проблема. Не только искусственный интеллект. Искусственный интеллект — это всего лишь одна из современных тем популярных. Много информации, ты должен уметь фильтровать ее. Ну, да, это очень сложно, но как-то с этим надо справляться, иначе с ума сойдешь. Это, возможно, связано с тем, что мы чуть больше понимаем в современном мире. Да, мы рядом с этим находимся, мы больше понимаем, и поэтому мы знаем, больше, чем остальные, знаем, с чем мы имеем дело. Вот, все человечество сейчас. То, опять-таки, искусственный интеллект. И когда ты знаешь зверя в лицо, ты сможешь с ним справиться лучше. Так ведь? Ты можешь назвать его по имени. Да, да, да. И рядовой человек, он не знает, что происходит, и тревожности больше. Вот, все. И он попадает в эту... От неизвестности. Да, и он в эту сеть попадает прямо с головой. Хорошо. То есть это очень прекрасная рекомендация от профессионала, можно сказать. Да, человек... Мы уже не в какой-то степени наелись психологических каких-то рекомендаций, а услышать, по сути, психологические рекомендации от человека далекого от занятия психологией, это особо ценно. Я еще немножечко хочу с вами поговорить по поводу вот этих вот... Искусственного интеллекта, нейросетей и так далее. Как вы считаете, вот тоже ученые по-разному об этом говорят, может ли вообще появиться самосознание у искусственного интеллекта? Ну, поскольку это грозит, как вы сами говорили мне в предварительной встрече, что это грозит тем, что появится еще один вид на Земле, собственно говоря. Скажем так, в текущем... Очень будет такой гибкий ответ. В текущем состоянии и перспективе развития искусственного интеллекта, наверное, все-таки нет. Он не может обрести самосознание, потому что, опять-таки, мы не знаем, что такое сознание, откуда ему знать. И, опять-таки, вот у Черниговской хорошие мысли про то, что искусственный интеллект... Или у кого? Ну, неважно. Искусственный интеллект, у него не будет вот этого жизненного опыта нашего, не будет необходимости решать те задачи, которые решает человек при своем взрослении. У него будут совершенно другие задачи, и непонятные нам, может быть. и полноценным аналогом человеческого сознания он никогда не будет ни в коем случае, потому что, опять-таки, бэкграунд разный у него и у нас. Но стать достаточно интеллектуальным, чтобы начать решать творческие задачи, причем полноценно творческие, а не заранее наученные, как рисовать картины, это не творческий процесс. Это он просто пытается подогнать входящие данные под то, чему ему научили. решать творческие задачи вот тут, может быть. Этого не могу, точнее, не знаю вот таких конкретных причин, почему нет. То есть, получается, картина — это псевдотворчество? Да, конечно. То есть, вот ему дали 50 тысяч картин, а сказали, вот, картина выглядит так. И он такой, ну ладно, я сделаю что-то похожее. Вот, все. Нейросети работают только так. Хорошо. Тогда, получается, за исключением того, что мы знаем, что любая машина, опять-таки ученые об этом говорят, может сдать сбой, точно так же, как и человеческий фактор периодически сдает сбой. Да. Интересная мысль появилась. Вот вы говорите про сбои. А не мутации ли это? Сбои. Сбой человеческого развития, как вида, обычно приводит к мутациям, которые прицепляются к нашему виду, и мы становимся более совершенными существами. Так мы стали человеком разумным. с помощью ошибки в геноме человека. Так ведь? А что если ошибка в коде программы станет такой же мутацией, которая позволит ему решать более сложные задачи, на которые он раньше не был рассчитан вообще? Это очень хорошо в, наверное, даже и в книге, «Азима», вот это «Я робот», и в фильме это хорошо показывается, что мутации могут привести к развитию. Даже в коде. Вот эта мысль, конечно, очень такая и тревожная, и воодушевляющая. Это как вот ты видишь дальний берег нового континента, ты не знаешь, что там будет, тебе страшно, но ты все равно туда идешь. У меня такое впечатление от, ну, такое отношение к творческим машинам. Ваш внутренний взрослый говорит, не надо туда ходить, а ваш ребенок говорит, «Пошли, пошли, пошли, пошли». Я, да, я больше, я тут больше ребенка слушаю, потому что взрослые… Прагматичные и приземленные, а еще ответственные. Немножко проблема в том, что взрослые сделали мир таким, какой он сейчас есть. И он не очень хороший. Вы уверены? Да, это именно взрослые, внутренние взрослые сделали. Все-таки взрослые, да. Я говорю про глобальные такие географические или политические штуки. Дивный новый мир. Вот у меня, когда я думаю про искусственный интеллект, полноценный, у меня вот только дивный новый мир в голове держится. Я знаю, что там это не всегда хорошо, но это ново. Ну, опять-таки, мы получается, что должны и живем сегодня с пониманием того, что искусственный интеллект может ошибиться. Как мы, знаете же, уже это растиражировано история, что про... Тесла, которая сбила человека. про ошибочный сигнал об атомной атаке, который послала машина и на которую не отреагировали, слава тебе, господи. Про фильм, кстати говоря, ну, это художественный фильм, но в принципе, почему бы и нет. Один из героев фильма «Чернобыль», который участвовал в конструкции, да, вот в программном обеспечении, его спросили, кто виноват в этой аварии, он ответил «человек». Ну, то есть, неважно, кто в любом случае человек. То есть, да, человеческий фактор, и тут ошибка возможна, и там ошибка возможна. Человечество должно научиться не ожидать от машин чего-то сверхъестественного и знать, что всегда нужно быть на готове и перехватить управление. Опять-таки, все автоматизированные системы там всегда есть операторы. Даже вот, ну, всегда, всегда были. Даже если он ничего не делает, человек должен быть на месте, чтобы перехватить управление в случае, если машина даст сбой. Но, опять-таки, проблема в том, что сейчас возможность управления именно вот этой автоматизированной системой становится все более призрачной и прозрачной. Призрачной, да. То есть, нет рычагов управления, чтобы сделать этот стоп экстренный. Вот это, да, это уже жутковато немножко. А вот что вы имеете в виду, когда говорите, что управление призрачным становится? Ну вот, например, даже такой простой инструмент, как нейросети, ты не знаешь, что происходит внутри нее. Вот ты дал ей данные, она научилась, и говорит, вот теперь я умею различать объекты. А как? Ну, ты можешь, конечно, получить вот этот выходной набор весов, которые влияют на решение, но как они получились, это черный ящик. и в обычных случаях, конечно, для рядового ученого, который пользуется нейросетями. И, то есть, прямо повлиять вот кардинально на решение нейросети не получится, потому что она просто анализировала входные данные, какими бы они ни были. вот такой простой пример. осторожность, еще раз осторожность. Это всегда работало. Да, но это не работает с детства. Появляется новая машина, пользуйся осторожностью, пока не научатся нормально ее управлять. Да, но это, я говорю, противоречие с детской психологией. Ну, да, ну, тут надо уж, конечно, больше к взрослому повернуться. Но, опять-таки, запрещать появление чего-либо, это слишком по-взрослому. Пусть появится, потом разберемся. Да, это не всегда хорошо работало для человечества, но... И вот здесь вот к такой точке зрения, мне ее сказал один ученый, когда мы разговаривали о клиповом мышлении. То есть, не секрет, что сейчас, благодаря вот этой невероятной цифровизации в детей, которые родились и выросли там до 10-12 лет уже, у них сформировалось уже вот то самое клиповое мышление, суть которого заключается в том, что человек мыслит не горизонтально, ой, не вертикально, а горизонтально. То есть, он может одномоментно делать очень большое количество операций, но при этом не углубляясь в их суть. И ученый мне сказал, что, а ну и что здесь страшного? В этом, может, и нет никакой необходимости в этом углубленном мышлении. То есть, нет необходимости в том, чтобы ребенок не просто различал грушу от яблока, а в том, что он знал, что яблоко – это фрукт, что оно растет на яблоне, яблоне растет в саду, что с яблоком можно сварить варенье, что в нем такие-то витамины и так далее. Я, наверное, не соглашусь. В краткосрочной перспективе, да, ничего страшного. Он сможет отличать эти яблоки, для жизни ему хватит. Но если он хочет из себя сделать что-то более значимое для человечества, например, стать ученым, без способности погружаться в суть вещей, точнее, вот именно что у нас пока что есть такая способность, а этих детей может такой способности вообще не быть. О чем мы речем? И тогда что из него получится, то есть какая ценность его будет для человека? Роботизированный человек получится. Просто человек, который, ну, условно будет работать, повторять одно и то же действие без, ну, ничего интеллектуального и креативного он сделать уже не сможет. Потому что, когда ты делаешь что-то креативное, ты должен знать, что ты делаешь всегда. Не просто как-то вот так сделала и готова. Нет. То есть получается, что большинство людей, которые не задумываются, ну, условно говоря, о том, что с ними будет дальше и бездомно ныряют в это море искусственного интеллекта, попадают в вот эту ловушку клипового мышления, ну, скажем так, да, вырастают вот с этими самыми побочными эффектами, в отличие от какого-то, я предполагаю, что очень маленького количества людей, которые понимают, чем это грозит и не ну, как бы вот эти выставляют границы и не позволяют себе туда нырять и остаются стандартными, классическими людьми, человеками, да, растят на базовом образовании, на базовом общении, да, я уж не буду говорить про нарушения на физическом уровне, которые происходят, потому что человек разучивается говорить, он разучивается, а речь это вообще базовое завоевание эволюции, как говорят врачи, и что мы тогда получаем? Та самая антиутопия, в которой есть горстка людей, у которых все когнитивные способности сохранны, и есть масса людей роботизированных, которых вообще нет ничего, кроме понимания того, что я одновременно могу сделать очень много, да, я вот и молодец, и все на этом. Так выглядит антиутопия? Да, есть такая вероятность. Причем это даже больше вероятно, чем вот, опять-таки, этот искусственный интеллект, полное его развитие, то, что вот мы сейчас говорим гораздо актуальнее. Такая проблема, такая опасность. А как вы думаете, лет через 20, вот вы сказали, я доживу до этого времени, она уже проявится более сильно, более явно? Ну, смотрите, у нас сейчас дети, вот, мой 10-летний братишка, например, двоюродный, есть рассеянность внимания, то есть концентрироваться уже сложнее. Дефицит, немножко, да, заметно, причем это заметно у в целом вот этого вот возраста, 10-12 лет. Но через 20 лет им будет 30. Это будут взрослые люди. Возможно, они научатся. То есть, да, им будет сложнее научиться зрить в корень, условно. Человек может научиться всегда, даже если он в детстве этого не поучил. А ученые говорят, не может. Да, тогда смысл в человеке, если мы не обучаем. Хорошо. Да, в детстве он так вырос, он не умеет концентрироваться, потом ему придется, его припрет, условно, извините за выражение, и он научится. С трудом, но получится. Но опять-таки, сколько этого у него времени займет, сколько он этого времени мог потратить на более полезные вещи, опять-таки, уже зря в корень, с самого детства. Тут, да, тут уже может быть чуть больше потом в возрасте сожалений о том, что ты что-то не так сделал в детстве. Опять-таки, депрессия, опять-таки, вот это все. Упущенные возможности сознания. Чуть более выражено будут какие-то психологические проблемы, и опять психолог, главный человек в 21 веке. То, что вот сейчас происходит, вот здесь и сейчас, что называется, вот это, конечно, для меня, например, гораздо опаснее, и это, наверное, то, о чем следует кричать. Вот смотрите, вы говорите, у вас 10-летний племянник, да, 10 лет – это вот как раз уже тот возраст, который, ну, прошел самый такой сензитивный, чувствительный возраст. Вы как близкий родственник, вы как человек, который сказали вы, что ценности семейные для вас не пустой звук. Вот вы как можете ему в этой ситуации помочь? Ну, в целом, он достаточно далеко живет, получается, но у него родители хорошие, которые понимают ценности классические, то есть им всем под 50 лет, они выросли еще в Советском Союзе, там все в целом очень хорошо для современного ребенка в плане образования, развития и так далее, то есть у него проблем не будет. Просто есть немножко свойственная современному поколению рассеянность, но не сильно ярко выраженные. Но есть, конечно, дети, у которых с родителями не так повезло или у которых родители помоложе, которые там по 30 сейчас. Ладно, извиняюсь, под 40, допустим. Ну и даже по 30. Алина, может быть, 30, там, 10-летние дети. Конечно, 30 вполне, конечно. Вот. И там уже, наверное, все будет чуть более грустно. И в плане развития как это называется еще? Способности говорить. И способности говорить, и способности мыслить. То есть мы понимаем, что мы сейчас имеем детей, которые непонятно, да, какие мы будут, когда вырастут. И они, заметьте, продолжаем, мы все продолжаем жить в государстве. Государство – это достаточно жесткая структура в любом смысле слова. В любом случае. Фейк-ньюс, да? Ну, в разных контекстах. И вот Лимарев как раз в своем интервью двухлетней давности, заметьте, говорил о том, что уже существует возможность подставки одного лица под другого. То есть, условно говоря, я могу увидеть себя в телевизоре, и я буду вещать совершенно там то, что мне не свойственно. И я потом, ну, никаким образом, это настолько хорошая подделка, что я никоим образом не смогу догадаться, и кому бы то ни было доказать, что это не я. Вот это уже существует на сегодняшний день в отношении обычных людей в том числе. Да, да. Сейчас есть нейросети, которые могут взять, сгенерировать даже ваш голос и вашу внешность полностью, целиком. То есть, ты даешь ей текст, даешь ей образ твоего голоса, желательно с видео, чтобы она знала, как ты говоришь и что ты говоришь, какой у тебя голос. И она может синтезировать речь и наложить ее на синтезированное твое лицо. То есть, это полноценный говорящий человек, который, причем этот человек никогда этого текста в жизни не говорил. Как в этой части, вот когда я могу оказаться в любой ситуации такого рода, могут помочь ваш совет по поводу там обеспечения собственной безопасности? Ну, во-первых, это классическое совет информационной безопасности, не говорите лишнего. Чем меньше данных у системы о вас, тем сложнее вас будет подделать. Но, опять-таки, если вы человек медийный и публичный, с этим, конечно, сложнее, потому что вам приходится говорить на камеру всегда и в хорошем качестве. То есть, они всегда в зоне риска? Да, да, безусловно. Публичные люди, медийные люди, политики и так далее, их проще всего подделать. Прямо меня? Нет, у меня видео в сети одно-два, где я говорю, может быть, и то не факт. обезопаситься сложновато, обезопаситься сложновато, но, опять-таки, нейросети работают пока что, по крайней мере, не идеально. Определить дипфейк, так называемый, можно, без проблем, он виден. Как? Во-первых, возможно, это сейчас уже не актуально, дипфейки не моргают. Продолжительное видео, если человек ни разу не моргнул, это дипфейк. Возможно, сейчас это уже решили как-то дополнительными доработками, не знаю, не в курсе. Во-вторых, в целом, мы знаем, как выглядит человеческое лицо, у нас мозг натренирован распознавать человеческие лица и их эмоции. И когда что-то на лице происходит не так, человек сразу... Неконкурентность какая-то, да? Да, мозг сразу, это зловещая долина называется, есть такой термин. Как? Зловещая долина, или uncanny valley, если по-английски, это в визуальных эффектах такой термин. То есть мозг знает, что что-то не так на лице. И все дипфейки можно легко, просто внимательно, если посмотреть, а не вот так вот, промотав, ты поймешь, что это неестественно, что что-то тут не так. и полностью подделать человека за разумное время, обычно алгоритмы работают за какой-то минуты, часы, не месяцы условно, отличить всегда можно будет. Так что в этом... Да, многие люди поверят тому, что вы это сказали, и это принесет вам некоторый моральный, физический, финансовый урон, ущерб, но это все, в принципе, при необходимости с помощью экспертизы можно доказать. Что-то не так. Поняла. А как вот лично вы относитесь к ситуации использования нейронных сетей в создании личностей искусственных? Есть известная история, когда в Челябинске какой-то молодой ученый, потеряв дедушку, создал его... Виртуальную копию, скажи. Создал его виртуальную копию, которая с ним разговаривает. Вот этическая сторона, вот мне интересно, как вы смотрите на это. Этическая, это вообще интересно. Техническая, я думаю, тут для вас никакого труда они не представляют, а этическая. Ну, тут уж, наверное, каждый сам за себя должен решать, подходит ли ему такой способ общения или не подходит с виртуальными какими-то дубликатами или полностью новыми созданными личностями виртуальными. Ну, лично мне это кажется немножко жутковатым, потому что, ну, человек, человек, он существует в контексте. То есть, пока он живет, он существует. Как только он умирает, ну, конечно, там всякие религии есть, которые утверждают, что он потом продолжает. Но, как для социума, когда человек умирает, он переходит в другое состояние, что ли, то есть он становится ушедшим человеком. Он памятью становится. Да, памятью становится. И вырошить эту память, ну, как-то это не по-человечески, что ли. Если это вдруг, ну, и необходимости в этой никакой нет, ну, допустим, этому человеку нужно было для терапевтических целей, чтобы поправить свое какое-то психическое здоровье, тогда, ну, может быть. Но, опять-таки, это очень скользкая тема, ты можешь себя загнать в такую депрессию, поговорив с своим мертвым дедушкой условно. Оно того не стоит. Вот, если полностью виртуальные, какие-то новые личности, то да, это, ну, по крайней мере, это не так сильно может повредить тебе, как в твоей психике. То есть, опять-таки, мы с вами говорим все время вокруг этой темы, крутимся, да, с самосохранения, с самоличной безопасности. То есть, ты же не будешь руку в кислоту отсывать то же самое. Может, она и красивая, и интересная. Вот еще интересно, что Александр Каплан об этом говорит, что благодаря тому, как вы сказали, бэкграунд разный, да, искусственный интеллект никогда не сможет открыть что-то новое. То есть, юристические способности у него, он говорит, что не могут быть по умолчанию, потому что юристические способности это результат индивидуального опыта. Того, когда человек в какой-то момент что-то понимает и таким образом открывает или что-то понимает интуитивно, может быть, да, и в этот момент совершат открытие. Могу поспорить. А нейронные сети, он говорит, могут сделать только выводы. Да, да, это все правильно. Нейронные сети. Так это не одно и то же. Нейронные сети это всего лишь инструмент, это математическая модель. Но вот насчет опыта и интуиции вот этого вот надсознания, дайте машине достаточно времени и данных, она сможет сделать что-то похожее. То есть, она сможет, вот представьте, что вы создаете маленького ребенка машину и погружаете ее в социальную среду. Причем она способна к анализу окружающей обстановки и обучению. А она способна к саморазвитию. Да, ну, это можно реализовать с помощью некоторых методов. Ну, стоп, теоретически. Давайте так, теоретически. Вот, вот видите, какое вот, прям вот тонкое какое место. Ага. И почему, как можно отвергнуть ту вероятность, что он станет человеком когда-нибудь, если дать ему достаточно времени и данных? Я не знаю. Вы знаете? Вот у ребенка же, опять-таки, у ребенка, что он знает? Он ничего не знает. Он знает, что он вот был в утробе матери, там тепло, влажно, он родился, свет, люди какие-то, точнее, даже не люди, что-то вокруг ходят, и я умею кричать. Все. А потом он уже начинает учиться у окружающих людей. Если в машине дать тот же самый бэкграунд, опять-таки, ну, почему бы и нет? Было бы интересно. А глаза у вас лихорадочные при этом блестят, как у настоящего ученого, которому очень хочется залезть туда, куда, может быть, и не надо залезать. У меня вообще, в целом, это мое личное мнение. Я считаю, что создание, может быть, чего-то похожего на полноценный искусственный интеллект, это одна из вех развития человечества будет. То есть, первая веха это плуг, вторая это станки, третья это космос, и четвертая это искусственный интеллект. Дальше не знаю. Может быть, ничего и не будет, может, у нас будет не планета, обугленный какой-нибудь камушек, но... Все может быть. Все может быть. Да, да. Можно собрать машину, которая будет в разы мощнее человеческого мозга, конечно. Сейчас, даже сейчас. Да, вы говорили о том, что создается еще что-то, что еще больше... Квантовый компьютер. Да, вот. Модель математическая, она для того, чтобы ускорить вычисления. Еще больше. Еще больше. Еще больше. Ускорить замечательно. Хорошо. Ну, в общем-то, нам с вами надо заканчивать. Все-таки, вот, заканчивая, ну, во-первых, очень здорово, что вы нам дали вот эти самые рекомендации, которые обычно мы привыкли слышать от психологов, а сегодня вы сказали их нам, и очень ценно, что вы при этом сказали, что вы совершенно не тревожный человек. Это, например, показатель очень большой. Во-вторых, вот все-таки мы движемся к утопии или к антиутопии. Ой, какой хороший вопрос. Ну, пока что, лично мое мнение, все-таки к антиутопии, потому что не очень хорошее событие происходит в геополитической обстановке, но это все знают. Не очень хорошее событие происходит в медицине, ну, в эпидемиологическом плане. И, да, человечество потихоньку теряет некоторые навыки. Ну, да, возможно, мы вырулим, но все-таки баланс смещается к тому, что мы не вырулим. Потому что это либо нужно человечеству объединиться, а человечество объединяться никогда не умело толком. Ну, вот прям вот целиком, как вид. Тогда, да, тогда, может быть, мы что-нибудь решим. Но до этих пор, пока мы будем друг друга там палками кидать, ну, не знаю. Потому что вопрос содружества сейчас наиболее важен и актуален, чем когда-либо ни было, даже во время там кубинского кризиса условного. Именно в связи с развитием последних технологий. мы должны понять, куда мы хотим двигаться как вид. Потому что маячит другой вид, который может появиться на земле. Вот. Ну, вот и на этой замечательной ноте, я даже не знаю, как ее назвать, позитивной, негативной, но в любом случае... Пища для размышлений. Да, с этой точкой, которая больше похожа на тему для размышлений, мы, наверное, закончим передачу. У нас есть замечательная рекомендация от нашего гостя по поводу того, как сохранить себя в этой ситуации и не позволить, да, по возможности, не позволить кому бы то ни было вторгаться в твою жизнь, ну, насколько это возможно вообще. И да, я думаю, что эта передача с открытым финалом, и мы еще к этой теме вернемся. Может быть, с Константином, а может быть, еще кого-то пригласим. Спасибо вам большое, Константин, было невероятно интересно, познавательно, и я рада, что мои представления о том, что все-таки это не очень безопасно, нашли подтверждение в ваших словах. В общем-то, человек должен понимать, что есть некая опасность, которую нужно осознавать. Всем нашим зрителям хорошего дня, берегите себя. Всего хорошего. С вами была Наталья Жова и передача «Фокус на человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова